На учебно-методический сбор приехали более 200 офицеров и гражданского персонала из военных округов, различных войск, военно-учебных заведений и центральных органов военного управления Минобороны России. Участники мероприятия обменяются опытом, обсудят новые формы и методы правового обеспечения деятельности Вооруженных сил России, а также решат вопросы повседневной деятельности юристов военного ведомства. Такое мероприятие проводится с 2013 года. На этот раз принимающей стороной стал Южный военный округ. Хочу пожелать всем участникам сбора плодотворной и эффективной работы по обеспечению законности правопорядка в войсках успехов, разрешения вопросов правового обеспечения и выполнения задач, поставленных перед нами руководством Вооруженных сил Российской Федерации и Федерационным главным командующим. Один из решающих путей в правовом обеспечении – облегчение работы в электронном составлении и хранении приказов. Для этих целей ведется внедрение безопасной информационно-справочной системы «Армьюрист». Она уже используется в отдельных центральных органах военного управления и содержит порядка 60 тысяч приказов военного ведомства. Разработка такой полезной системы продолжается. И, как отметил директор Департамента Минобороны России, эта действенная мера повышения качества правовой работы будет доступна для всех должностных лиц Вооруженных сил уже в ближайшее время. Мероприятие предусматривает не только проведение заседаний круглых столов, но и тестирование всех категорий военнослужащих на знание правового минимума. Кстати, теперь при оценке эффективности труда юристов в войсках будет учитываться работа по доведению международного гуманитарного права. В этом году принят ряд федеральных законов и подзаконных нормативно-правовых актов, что позволило значительно улучшить обустройство правового поля в области обеспечения обороны и безопасности государства, повысить престиж военной службы, а также уровень социальной защищенности военнослужащих, членов семей и гражданского персонала. Что касается социальной гарантии материальной ответственности военнослужащих, а также организации проведения правовой экспертизы служебных документов, то по этим вопросам будут посвящены методические занятия. Учебно-методический сбор завершится 3 декабря. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова